итак ребята всем привет очень часто мои подписчики задают мне очень довольно таки интересные вопросы а в частности вопрос такого характера александр что интересного вы находите что иногда просто не можете выбросить хочу сказать то что практически все находки интересные я забираю с собой после того как я их дома разбираю только тогда я уже решаю что с ними делать в частности это уродливые монеты и сейчас сегодня я вам их покажу продемонстрирую это касается именно информация для новичков которые начинают только копать и встречают иногда такие уродливые монеты и задают вопросы кто же их так изуродовал зачем их так изуродовал и в каких целях в общем сегодня подробно расскажу урок про уродливые монеты которые у вас часто встречаются и для чего и кто их так уродов в общем поехали а в частности монеты раньше были использованы не просто для того чтобы рассчитывались за какие-то услуги за товары но и народные умельцы делали из них различного рода шедевры которые я вам сегодня и сейчас вот например буду показывать конечно же это в свое время было народное рукоделие рукоблудство я еще и называю потому что в принципе иногда бывает на копе обидно находишь хорошую хорошую монету вот а она вся изуродлена это было в свое время как вам сказать народное творчество ювелирное изделие раньше было очень дороговато и для того чтобы жениться ли выйти замуж конечно же нужно обручальное колечко сам продукты ювелирки в свое время это очень было дорого вот не могли себе позволить крестьяне и умельцы из монет из медных а в частности чуть позже даже делали из советских ранних монет обручальные кольца и я вот сегодня вам покажу как именно это делали технологию производства этих колец к ювелиру мог не каждый позволить сходить вот были найдены в свое время и монеты медные именно из медных монет колечки потом серебряные были кольца а также был случай когда на копе поднял камрад вроде как серебряное кольцо а на самом деле оказалось это платиновая и платиновая монета это вообще очень дорогие были монеты в свое время и какой-то умелица сделал колечко обручальное именно из платинового металла вот если он имел себе возможность позволить платиновые рубли ту ювелиром однозначно мог бы сходить тут только одно объяснение то что возможно одному из какого-нибудь крестьянина попалась такой ума такая монета и он от радости решил сделать обручальное колечко для своей любимой так что эта информация именно для тех людей которые на копе поднимает вот такие вот уродливые монеты монеты оказывается еще с историей так что не всегда ребят выкидываете уродство уродливые монеты уродливые колечки заготовки это в принципе история и а иногда вы можете поделиться этой информацией которую вы сегодня увидите видите смотрите на своих экранах эта информация именно для новичков ребята опытные камрады конечно же знают что это для чего это как это делать но это именно для молодого поколения которое нифига ничего не знает вот захотели жениться ли выйти замуж пошли в ювелирный магазин и купили то или иное кольцо раньше такого не было итак ребят давайте начнем по порядку очень часто у вас попадаются вот такие вот заготовки испорченные монеты новички подумают вот какой-то чел занимался фигнею и портил монеты монеты бывают разные бывают практически готовы вот в данном случае у нас серебро 15 копеек 1924 года его начали уже изготавливать и начали вырубать в данном случае вот и у них не получилось и просто заготовка потом просто выбросилась хочу вам сказать как это все делалось брали обычную царскую монету вот данном случае это у нас так две копеечки по моему а три копеечки даже три копейки царские 1870 так 1800 какого-то года точно я сказать не могу но николаевский образец а затем при помощи какой-то в частности наверное брали какой тяжелый предмет брали эту монету именно вот таким вот образом и края монеты все обстукивались тем самым развальцовывали монету и когда монета была уже готова нужного размера ширины в данном случае потом брали острый предмет я не знаю какие были раньше средства для этого и выбивали центр окружности вот когда все это выбили получалось вот такая вот такой это вырубыш вы тоже очень часто такой вырубыш находите у себя на копе вот так вот вырубали я конечно же не готовился к видеоматериалу у меня где-то была монета прям с цельным отверстием то есть уже готовая здесь вот отверстие потом внутреннюю часть просто-напросто дорабатывали при помощи напильника и вот таких вот заготовок у меня очень много вот ты повторюсь еще раз я к видеоматериалу не готовился у меня все находки разбросаны по всему дому в пакетиках коробочка в баночках я как бы не но не нумизмат и не коллекционер я этим не занимаюсь и просто такие вот вещи я собираю всем советую очень много получается вот таких вот непосредственно заготовок на копе найденных уродливых монет очень много и в частности вот получается при помощи такой то развальцовки вот такие вот даже монет кольца представляете вот так вот можно развальцевать монету это наверное где-то был пятак а может быть что-то и больше потому что кольцо такое здоровое внушительное толстые очень большое количество монет вот в частности вырубыш из монеты и таких монет у меня как вы видите большого и обилия и когда приношу домой их я полностью осматриваю а если какие-то колечки достаточно хорошего внешнего вида я их конечно же чищу до чистой меди есть кольца которые сделаны из советских монет в частности из золоту не алюминистые бронзы вот они вырубыш и вот уже готовое колечко они очень похожи на золотые и в принципе партнерша будет очень довольна вот постоянно приношу домой и смотрю на наличие различных проб возможно это и серебро колечки бывают разного размера вот например совсем маленькое колечко я не знаю какой девчачьи или что вот но по характерному внутри обработки видно что это было именно монета и она не доделана потому что грубая такая заготовка грубая заготовка и его еще на кольце на пальчики не носили то есть либо просто потеряли либо уже передумали жениться ли что-то в этом роде ну и по сравнению с таким кольцом а бывают вот такие здоровые кольца да да ребят это тоже обручальное кольцо вот были у меня есть серебряные монет кольца тоже такого же размера с пробами 84 вот вот такое количество меня получилось собранных колец правда это не все очень много колечек которые еще расскажу разбросал по всему дому и везде находится я вам как для образца показал что стоит такие вещи брать и смотреть домой потом можно найти что-то эдако интересное вот так что сейчас я вам покажу интересные именно тех колечки которые я уже после чистки уже определил их у меня тоже очень много вот но хочу сказать что вот такие вот сготовки которые у меня сейчас в руках это именно наши рукоблуды делали подарки перед обручанием вот можно их конечно взять домой для коллекции для информации но хочу сказать что помимо этих колечек а очень много колец которые делают также из монет вот но уже более такого внешнего вида я вам сейчас покажу несколько приготовленных вот таких вот красивых вещей это у нас старые очень старые колечки в данном случае вот например ряд колец которые наверное 17 18 век эти вот с камушками даже 19 а эти 16 17 18 век то есть достаточно древние колечки так что я их тоже собираю и для информации вам покажу вот этот мне очень нравится широкая красивая вот так же здесь есть с фамильными гербами 2 вот здесь вот это тоже непонятно есть с инициалами в есть инициалы м вот так что вот такие вот древности бывает помимо этих древности у меня еще есть вот такие вот а тоже как старенькие колечки в частности тоже некоторые варианты вот вариант вот вариант это сделано непосредственно рукодельцами народного творчества остальные колечки сделано конечно же уже ювелирами в принципе вот такой вот небольшой панно я тоже вам приготовил вот это тоже серебро и это серебро вот с этого панно 2 серебра вот это тоже похоже но не знаю что проб нету на нем вот в принципе вот такие вот еще следующее что я вам хочу показывать что уже более дорогие старинные находки были у меня это серебро вот в частности с края на начну так край 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 вот он вот так вот на серебро проба проглядывается так я и не разобрал что ну это непонятно проб нету но по цвету очень похоже что серебряное колечко здесь отчетливо видно три пробы 84 следующие у нас с камушком довольно таки красиво и интересное вот возможно даже и по золото потому что цвет металла желтый следом идет тоже серебро уже как бы более-менее внутри имеется проба 925 но она найдена была на старой деревне проба достаточно интересная без клейма но выдавленные просто цифры 925 как вы знаете пробы пошли после после 1900 по моему двадцать седьмого года тогда уже пошли 17 года если не ошибаюсь если кто-то помнит поправьте меня вот с этого периода пошли уже трехзначные пробы если вы на кольцах видите вот колечко вот колечко вот колечко 80 так 84 проба вот это означает что это у нас серебро именно царского времени вот такой этот перстенек тоже был шикарный найден на старой деревне вот ну в общем вот в принципе вот такого характера вот это даже тоже возможно была заготовка потому что на центральной части нету не никаких рисунков никаких клеем проб в общем это тоже наверно было заготовочка колечко достаточно красиво то что имеется здесь в принципе приятный такой рисунок цветочки и орнамент в общем в принципе приятно так следующее что вам хочу показать это конечно же раз у нас кольца идут значит я вам покажу еще и кольца серебряные которые были найдены вот например на пляжном копе конечно очень много колечек именно спаси и сохранение это кольца тоже все из серебра все колечки серебряный этот перстенем зачетный очень тяжелый и по окружности имеются камни возможно это где-то где-то из 90-х тогда болты были очень интересно интересно было носить вот так что серебряные колечки тоже у меня есть я как бы не коллекционер их не собираю но все же ну и самое приятное что конечно же вы попросите ну а где же золотые колечки да ребят золотые колечки у меня тоже есть вот и хочу вот показать именно вот такие вот колечки достаточно красивые интересные ажурные вот здесь вот в принципе самые дорогие кольца некоторые конечно колечки я в частности вот такие вот как обычные обручалки вот частности обручалка широкая женская очень широкая это советская вот я конечно же их с нашу ювелирную лавку на переплавку или что-то в этом роде и делаю уже для себя какие-то изделия но это единственные колечки которые у меня остались и мне их жалко как бы переплавлять потому что они достаточно красивый вот такое так огромное ажурное серебряное кольцо вот тоже три кольца три кольца вот вот они тоже три колечка у нас серебряные вот 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 здесь кольцо даже с надписью с иностранной какой-то спаси и сохрани есть тоже также и руки сюда приложил вот так что вот такие вот колечки камушки конечно я не знаю но есть кольца где имеется даже вставки из белого золота вот в принципе вот такая вот небольшая коллекция колечек вот так как у нас видео сюжет сегодня связаны именно насчет колец и я вам решил показать свои колечки которые я накопал именно из земли из-под воды достал в общем колечки который у меня сейчас присутствует конечно это обилие колец у меня было куда больше в свое время если бы я ничего это не переплавлял вот и их было бы куда больше но для информации для видеосюжета я вам решил все это наглядно показать и так ребята еще вам хочу сказать когда вы из земли выкапываете колечко ни в коем случае не одевайте не примеряйте какой она бы была красивая вот ни в коем случае не одевайте его на палец до среди ху нас камрадов да и в быту у обычного человека ходят поверье что колечко нельзя чужое одевать на палец из-за того что она несет другую энергетику энергетику человека кто его до этого носил да и я соглашусь на все сто процентов что такое действительно есть но когда я разговаривал с одним человеком церковно служителем в частности батюшка владимир он мне пояснил что да такие кольца несут энергетику и на палец не стоит его одевать но когда вы его из земли выкапываете его нужно полностью очистить от земли и в само колечко дунуть да ребята дунуть просто взять поднести в него дунуть и вся энергетика улетучивается это мне сказал именно церковно служитель так что на самом деле она стоит прислушаться к этому мнению также идет и поверье насчет крестиков и монет которого мы копаем так что он мне тоже на насчет этого пояснил вот если кому-то интересно задавайте вопросы под видео в комментариях я вам отвечу на самом деле какая энергетика и идет и и что нужно с такими находками делать колечки нужно собирать это история вот в частности я вам рассказал сегодня историю медных монет которые попадаются у нас вот такие вот вот и как из этих монет в свое время наши рукодельцы делали красивые в принципе кольца в частности вот этот ряд колец в частности были возможно сделаны именно из тех самых медных монет были случаи когда находили и золотые кольца вырубуши но это я такого пока на своем опыте не встречал но камрады говорят подымали и золотые колечки медные золотые и платья новая я вам случае уже об этом рассказывал так что вот на таком сюжете наверное я и буду заканчивать свой обзор вот этого все прекрасного эта красота и это действительно наша история тащите домой чистите и узнавайте что за кольца какое происхождение а если есть клейма то и рассматривайте сюжет клейма а может быть найдете и хозяина так что на этом наверное все попрощаюсь с вами и до новых встреч на этом ребят я закончу свой небольшой видео сюжет именно информационный познавательный запланирован он именно для тех камрадов которые вступают наши ряды кто начинает откапывать первые находки и не может понять что у них в руках и сегодня я вам рассказал именно по монетам уродливые вот их встречается еще очень очень много и запилы и заусенцы и выпилы и все прочее 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 очень много таких монет встречается и иногда просто напросто на копии удивляешься ругаешься что монета вроде хорошего качества она испортена так что монет очень много если кого-то что-то интересует я вам могу рассказать и пояснить пишите в комментариях вот потому что монет я очень много подымал в свое время очень много голову ломал вот но на все монеты в принципе дефектованные я нашел ответ для чего монеты портили таким или иным способом так что на этом ребята все всем пока и до новых встреч скоро на копы так что видеосюжеты уже будут скопы удачи на копе в новом сезоне и а и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok